итак всем привет привет и сейчас запишем видосик с игрушечкой протестировать на этом телефоне как игрушки идут и я тут две штуки заприметил сейчас по очереди всех затестим разблокируем и первый у нас будет асфальт 8 игрушка грузится сейчас мы поглядим чего у нас тут да как так 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 пошла у нас тут загрузочка такой у нас экранчик тут понимаешь музыка погнала ну-ка-ну-ка громко поглядим достигнете 7 звезд и до сюда что будет режим так и загружается наша карта ну конечно я скажу работает пошустрее чем обычный четырехъядерный процессор к примеру тот же 6580 он уж очень бюджетный и старый этот процессор конечно поновее так что сейчас повезем так он себя ведет в игрушку тут цепить особо я думаю тут не должен в принципе то что должно быть все нормально так что динамик сзади рукой перекрываешь ну в принципе нормально идет есть такие мелкие такие ровки ну вот и так вот в принципе все идет очень даже неплохо так пока меня все устраивает Взлетели, а вот подобрали. Давай гони. Первый я уже не хочу. Что-то я от мобильного гейминга уже давно отвык. Непривычно прям без клавиш управления. Сиди злой на гироскопе. Вай-вай-вай. Взлетай. Где же сам финиш? Я уже устал. Такие финишки прям я упитался. Что-то красочно. Вид? Авария. Все. Сейчас позиция, наверное. Они еще не обогнали его. Сейчас обгонят. Сейчас обгонят. Давай. Без стрелок. Без стрелок. Без стрелок. Так называемый. И идет она нормально. Очень даже хорошо. Мне понравилось. Ну, конечно, как я уже говорил, разница есть между 65-80 и этим процессором. И она существенная. Вот. Так что, я думаю, стоит все-таки покупать телефон 65-37 или 60-37. по-моему, здесь просто сейчас стоит. Короче, сейчас глянем где-то. Так, что у нас там дальше? Дэд триггер же, да? Дэд триггер, да? А, второй. Сейчас мы поиграем в эту игру. Так, давай, погружайся. Ой, не обращайте внимания, что это там забывчивый такой. Я, однако, там, что есть в описании напишу, что там делать уже процессорские и так далее. А если что, смотрите предыдущее видео. Там все я уже, в общем, показал в распаковке. Все параметры смотрели там. Все дела. И тесты Антуту тоже там есть, кстати говоря. И так, тесты GPS я тоже сделал уже. Это будет в следующем видео. А сейчас пока... Так, а что там? Выберитесь из подвала. Так, ну теперь нормально все идет. Проблем нету. Тормозок нету. Все нормально работает. Все, в следующем видео. Нормально. Гюре! Эй, здесь не доволен, доволен. Дай, что-то доволен. Терапия, доволен. Мечен, секунь. Колбасен, чтоб дверь закрыли. А он, давай, открывай. Чего там, что-то варяло. Сейчас вот этот шандарас не дается. Здесь нормально. Терапия. Терапия. Замбаки. Погнали дальше. Погнали дальше. Так, что это нам? Приходим, что ли? Да, теперь мы не кричим. А сейчас мы в глазах. Да, сейчас я не кричим. погнали так ну игрух нормально идет тормозов не вижу все замечательно настройки средние ничего такого сверхъестественного у нас здесь нема на высоких понятно что будет тормозить ну вот в принципе игровой процесс меня остается вполне комфортно что играется я очень жален а куда жди товарищи и депутаты а я наверно не хочу спараться а куда жди сейчас тут я зомбаков на лобоках всегда Патрончиков не попали, поднимаемся на вид, замочили голову. Мобильный гейнер, геймер, гейнер, геймер, короче, блин. Вот такие вот нас игры. Две штуки протестировал, асфальт восьмой и д-триггер второй. В общем, нормально они все идут. По игровому процессору тупиков нету, меня игровой процесс вполне устраивает, так что играть можно. Ну и другие игрушки подобного типа тоже можно устанавливать. Понятно, что сверхтяжелые там игры, конечно, не пойдут. В танки онлайн, я думаю, также можно играть вполне без проблем. То есть они-то пойдут стопудово. Если эти уже пошли по графике, они, в принципе, совместимы. Так что вот такой вот у нас обзорчик игрушек был на телефоне. Кубот-гинозавр. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...